Меня зовут Вадим. Я вам сегодня расскажу, откуда появились деньги и как они развивались. Более конкретно я расскажу о возникновении денег, о переходе к бумажным деньгам и о альтернативных денежных системах, о которых сегодня многие говорят. Начнем с возникновения денег. Ситуация с этим сложно, потому что это было давно и реально не хватает исторических свидетельств, что именно происходило в те давние времена. Первым, кто взялся описывать ситуацию с возникновением денег, был Адам Смит. Он описал, наверное, всем известную теорию о том, что люди сначала обменивали их вещами, был бартер, а потом каким-то образом один из товаров выделился, стал основным и стал использоваться как деньги. С этой теорией возникли определенные проблемы в последние 100 лет примерно. И сегодня я вам расскажу другую теорию, которую в 2014 году опубликовал Адам Смит Олег Григорьев, а также расскажу, что именно, какие проблемы были в теории Адама Смита и какие из этих проблем удалось решить. Значит, в древние времена люди жили в племенах. Печевые племена нападали на оседшие территории с целью регулярного грабежа. Они захватывали большую территорию, облагали людей и Данию, а Данию свозили на склад. Организованная таким образом территория называется территориальная империя. В центре живет император со своей армией. Императора и армия заинтересованы в том, чтобы расширять границы своего государства, потому что можно еще куда-то блажить Данию и жить лучше. Ну, а людям, в принципе, все равно. Их там грабят, хоть не убивают так хорошо. Государство возникает проблема, связанная с тем, что нужно контролировать потребление. То есть, если один солдат взял сегодня уже хлеб со склада, то больше ему давать нельзя. Вот как за этим всем следить? В государстве Лидия, в 7 веке до нашей эры, начали для этого использовать монеты. Государство печатает монеты, и кроме того, что они являются символом государственного власти, они все-таки являются механизмом для обеспечения контроля в государстве, чтобы ничего лишнего там не взяли, те, кому не положено. Солдат приходит на службу, берет монеты, а когда ему нужно, идет на склад и получать то, что ему нужно. Ну, это еще монеты печатались из электрума, это природный сплав серебра и золота, но они не были деньгами в нашем понимании, они были просто средством контроля в государстве. Склад также задает цены, он определяет, в какой пропорции один товар равноценит другому. В такой ситуации каждый человек сам лично, он может понять, что им выгодно производить самому, а что выгодно получить на складе в обмен чего-то другого или просто пойти заработать в этом моменте, наняться на государственную службу и получить это на складе. Людям не нужно договариваться, то есть каждый человек сам лично решает, что он будет делать. И он просто будет продавать зерно рядом со складом и брать на складе одежду, которую делает кто-то другой где-то сделал. Собственно, таким образом формируется первый рынок возле склада и он постепенно разрастается. Людям не нужно договариваться о ценах, они все известны, заданы сверху. Также рынки формируются и в других местах и, собственно, так возникает рыночная система с уже заданными ценами и деньгами в качестве монеты превращается в деньги. Для государства эта ситуация выглядит очень интересно, потому что товары на складе лежат не востребованными, а монеты уходят, постоянно приходится их допечатывать. И для государства, в принципе, тоже хорошо. Налоги можно отменить или даже существенно сократить. А когда нужно что-то приобрести, государство печатает монеты и приобретает в экономике, то есть получает то, что сегодня называется эмиссионный доход. Но позже, когда источник золота иссякает, можно ввести денежные налоги и получается самое обычное, известное нам государство, которое собирает денежные налоги, расширяет свою территорию и богатство государя меряется размером его козны. Собственно, вот такая теория государственного возникновения денег и большое сравнение, какие проблемы были в теории Смита и как их удалось решить. Значит, первая предпосылка. Как я сказал, исторических данных не хватает, приходится придумывать, что в каком порядке происходило и что там было. Предположения Дом Смита были такие. Государство ни при чем. Люди сами какими-то своими свойствами пришли к рыночному механизму. То есть, первое, людям свойственно меняться. В теории с государством людям меняться не свойственно, а людям вообще ничего не нужно. Другое свойство, которое приписал потом Смит людям, то, что они как-то договорились и один из товаров начали использовать как деньги. Там есть различные вариации, как они договаривались. Может, даже само как-то получилось. Но, опять-таки, в теории с государством не нужно ничего договариваться. Каждый человек самостоятельно решает, как ему лучше жить, независимо от всех других в сложившейся ситуации. И также важны следствия, которые следуют из разных теорий. Из теории Смита следует, что золото является настоящими деньгами. Ничего не может быть другого, кроме как золота, деньгами. У нас же деньги обеспечены золотом. В теории с государством деньгами может быть что угодно, что обеспечено рынком. То есть, если у нас есть где-то какое-то место, где принимают тубрики в каплате, то значит тубрики являются деньгами. Вот такая логика. Ну, также есть более глубокие экономические соображения, связанные с разделением труда. Что рыночная система, она на самом деле не так хорошо приводит к разделению труда, как к управленческой, государственной. Ну, в общем, так или иначе, появились золотые деньги. Рассмотрим, как они преобразовывались, бумажные и электронные. В 15-17 веках было замечено, что европейские банки, уже существовали банки в это время, обменивались между собой бумажками. Банки, которые друг друга знали, они вместо того, чтобы возить каждый раз золото, когда нужно, просто записывали кто кому сколько должен, время от времени проводили взаимозачет, и перевозили только разницу денег, и таким образом экономили на доставке, на перевозах, и просто безопаснее таким образом. Следующий шаг, это уже во время промышленной революции, Адам Смит заметил, что промышленники в промышленных районах Англии обмениваются между собой векселями. Ситуация была такая, в Англии развита промышленность, и один и тот же товар проходит через целый ряд фирм. Одна фирма привозит хлопок в Англию, другая производит нитки, третья производит ткань, четвертая производит одежду, пятая продает. А промышленники, обмениваясь между собой, передавать товар по вот этой цепочке, должны за него расплачиваться, но деньги еще не заработаны, только последняя фирма получит деньги. И вот для того, чтобы обойти это ограничение, чтобы они между собой могли рассчитаться деньгами, которые еще не заработаны, они использовали векселя в бумажке. Позже, когда система разрасталась, это стало опасно, потому что вексель это индивидуальный займ, то есть я какой-то должен предъявителю всей бумажки. Их начали страховать. Банк принимает вексель, берет за это страховую сумму, которая называется учетная ставка, это термин даже в наших дней, и выдает под этот вексель унифицированный банковский билет. Собственно, таким образом в промышленности приобрели широкое хождение бумажные банковские билеты. А позже, когда оказалось, что эти банковские билеты все принимают к оплате, они проникли и к потребителям, то есть их промышленник заработал, принес домой. Может, первый раз жена его поругает, что это ты не деньги принес, а бумага какую-то. Но оказывается, что все принимают к оплате ее. И таким образом все золото сбежалось в банки, а в обороте используется бумага. Последним шагом к современным деньгам стала национализация. В Англии, например, просто национализировали крупнейшие банки, сделали банками таким образом. А в США было много разных банков, и в 1914 году над ними искусственным образом построили настройку Федеральную резервную систему, в которой, собственно, и печатают уже известные наборы. Собственно, таким образом произошел переход к бумажным деньгам. Электронные деньги – это был просто следующий шаг удешевления производства денег. Бумажные деньги изготовлять дешевле, чем золотые, а электронные еще дешевле, чем бумажные. Ну и никакого там существенного вклада электронные деньги на самом деле не привнесли, кроме опять-таки скорости транзакций. Не нужно уже и бумагу даже перевозить, а просто циферки в компьютере перевести с учета на другое. И последнее, о чем я хочу рассказать, это о альтернативных денежных системах. Их про два вида – про кезеревские деньги и про криптовалюты. Кезеревские деньги – это такая идея, которая есть в головах некоторых людей о том, что плохо, что банкиры берут с нас проценты за кредиты. Хорошо бы, чтобы они проценты не брали, не занимались ростовчичеством. Идея такая есть, она экономически необоснованная, она чисто идеологическая. Но, тем не менее, эксперименты подобные проводились. И существует действительно три случая, когда это возможно, но в большинстве случаев это просто… Значит, в каких случаях можно ввести искусственные везеревские деньги? Первый – это явным образом запретить банковскую деятельность. Президент вдруг решит, что давайте мы будем печатать бумаги позначейства и запретим банковскую деятельность, запретим брать проценты. Мало того, что это экономически сложно, реально такой опыт пытался провести Абраам Линкольн. И я не знаю, за что убили Абраама Линкольна, но следующий президент все это отмыл. Такая ситуация там была. Другой случай – это недостаток обычных денег. То есть, если в обороте реальных денег не хватает, то да, можно ввести искусственные. Но, опять-таки, если в стране начнется экономический рост, то туда придут реальные деньги, там появится банков 100%. И третий случай – если в стране отсутствует экономический рост или там спад или еще что-то такое, то у вас обычные деньги превращаются в беспроцентные. У вас, например, сейчас вся еврозона – это резервские деньги по евро проценты нулевые или отрицательные. В Дании, Швейцарии, Японии и, может, еще в каких-то странах тоже проценты отрицательные и при этом отсутствует экономический рост. Последнее, про что хочу сказать, про криптовалюты. Я их разделил условно на две части – это биткоин и все остальное. Значит, про все остальное сразу. Они реально ничем не обеспечены. С точки зрения Адама Смита, обеспечением является золото. Ну, понятно, криптовалюты вообще не деньги. С точки зрения Олега Григорьева, деньги должны быть обеспечены реальными рынками, на которых они обращаются. Большинство криптовалют нигде не обращаются. Их покупают просто как средство инвестиций. Их покупают, потому что цена на них растет. Но проблема в том, что цена на них растет, потому что их покупаешь. Получается положительная обратная связь. И просто как средство инвестиций они интересны. И это продолжается до тех пор, пока не закончатся желающие вложиться в это дело. Когда количество людей, ну, все вложились, кто хотел, цена перестала расти. Все вдруг начинают хотеть продавать. А продавать некому, и цена падает. Ну, просто лопается пузырь, это называется. С биткоином ситуация немного другая. Он используется на некоторых реальных рынках. Но это, прежде всего, черные рынки в развивающихся странах. Там, в Индии, в Индусе, например. Но, опять-таки, неизвестно, насколько стоимость биткоина обеспечена пузырем, насколько она обеспечена реальным использованием на рынках. Потому что последний рост биткоина с темпами 10% в месяц, как он рос в последний год. Но никакие рынки это не обеспечат. Это явно пузырный рост такой. Ну, и макроэкономической пользы тоже от криптовалюты никакой нет. Потому что там ни скорость транзакций не увеличат, ни производство денег не удешевят. Ну, собственно, это все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание и задавайте вопросы. Спасибо. Если вы говорите о обеспечении эволюции, то, пожалуйста. Давай, пожалуйста. Чем, собственно говоря, обеспечивается бумага, которая опечатывается? Она обеспечена тем, что вы можете за нее что-то купить. Да, понятно. За битвами ты думал что-то купить? Ну, вот в том-то и дело, что там есть реальные рынки, на которых вы можете что-то купить. Вот в этом плане он обеспечен. А как, если сравнивать пузырями, то чем отличается один от того? А пузыри, что от чего? Ну, допустим, в Володовый, да, от биткоина. Ну, а сколько товаров вы можете купить за биткоин, а сколько за доллар? Нет. Нет, ну то есть, я, например, свой труд за биткоин не продаю. По чем разница? Ну, то есть, грубо говоря, рынком. Ну, рынком, да, рынком. Популярностью. Ну, популярностью. Готовностью людей продавать свой товар, свой труд за это выбор. Да, нет. А кто проживает биткоина? А кто проживает биткоина? Полностью для самих... Ну, раз я... Ну, мое личное мнение про Григорьева, просто потому, что я изучаю его теорию, и не просто ждать, я много времени этому уделяю. Вопрос такой, если, по мнению Григорьева, деньги обеспечены рынком, то в чем выгоднее сейчас хранить свои сбережения? Выгодно хранить деньги в том, что наиболее обеспечено. Больше половины мирового рынка сейчас обслуживается американским долларом. Так что, несмотря на то, что там есть какие-то валюты, которые вам обещают быстрый рост или там еще какие-то, но там триллион долларов сюда, триллион долларов туда, и все остальное снесет. Еще вопрос. Вот эти пузыри, если, например, несколько компаний больших, там, глобальных объединятся и создают свою какую-то интервалюту внутреннюю, по сути, они создают такую же, ну, криптовалюту, они создают альтернативу там, вот, всем валютам, и рано или поздно, может быть, это может вылиться в что-то большее или нет? От чего вот зависит? Может быть, может быть, только-только тогда есть требование такое, что вот эта вот внутренняя валюта, она должна не просто быть внутри каких-то компаний. Эти должны быть специально подобранные компании, которые образуют собой замкнутый контур, чтобы они могли не просто внутри себя там получить и куда-то потом продать эти деньги, а чтобы они могли внутри себя поддерживать оборот. То есть, там должны производить еду, производить одежду, производить машины, весь контур должен быть. А как биткоин вышел на такую позицию? Биткоин, вот сейчас биткоин растет, потому что он, ну да, то есть, во-первых, он растет как пузырь, просто потому что его покупают, потому что, ну, даже у меня есть соблазн, я держусь, но у меня есть соблазн, там, взял тысячу долларов положил, там, через месяц тысячу сто забрал. Но никто не знает, когда это лопнет. Но, а биткоин, если говорить про Индию и Венесуэль, вот ситуация в Венесуэле мне знакомая. Там бедная страна, государство по субсидированным ценам продает населению еду, ну, то есть, банально, чтобы люди там с головы не вымирали. И перекупщики покупают эту еду и продают на черном рынке в сто раз повышенным ценам. То есть, ну, то есть, у кого есть деньги, реально могут есть, вот, а людям так эта еда не доходит. Государство с этим боролось следующим образом. Государстве запретили крупные бумажные деньги. То есть, там, просто бумагу запретили бумажные деньги, все, то есть, людям нечем банально на черном рынке расплачиваться. И вот там вспомнили про биткоин, и расчеты на черном рынке происходят биткоином, и люди там уже таким вот образом менялись. В истории, насколько я знаю, ну, что по-другому считают, что вы найдете раньше? Если вы считаете, что раньше не купили деньги, чем банювку, а вот чем-то приличное достаточно. Почему? Это право, это не было. Ну, можно так считать, а почему нет? Просто почему это разное, только зрение в этой истории? Значит, в истории было много чего. Вот Адам Смит тоже вот говорил, что было вот так. Григорий говорит, было вот так. Скорее всего, было и то, и другое. Вопрос только, что действительно привело к нашей денежной системе, а что осталось параллельно? Вопрос был, почему деньги возникли раньше? Да, почему такое рассуждение? Ну, да, опять-таки, тогда вопрос, а зачем возникли деньги? Если историки считают, что возникли деньги, то что это было? Зачем они были, если не было обмена? Нет, обмен духусов, ну, калорий и так далее. Намного раньше возникли. То есть, деньги и обмен, как сам называется? Эквивалент обмена, который мог быть ракушками и так далее. Ну, вот, это не деньги. С точки зрения Григориева, это не деньги, это элемент рецидропного обмена, элемент подарков. То есть, люди, это социальный обмен. Люди дарили друг другу всякие прикольные штучки, в том числе, радужки, бруканическое стекло. У нас, кстати, сегодня новшество за хорошие вопросы. Вот, по усмотрению лектора мы даем блокнотики и ручки, если есть, на твой взгляд, тот, кто знал вопрос. Коварная ситуация, да. Ну, очень коварная ситуация. Ну, если нет, тогда интересам. Ставишься. Еще раз, что? Ну, криптовалюта, она как-то в нем в этом двигатель. Нет. Именно биткоин ни кем не контролируется. Другие валюты там. Да, но если ей повезет, то можно заработать много. В общем, это будет. Ну, если нет, сделают вентиляции. Чего? Система биткоина, мы слышим, открываем все вороны, где-то у нас. Да, да. Если не может быть больше, чем криптовалюта. У нас сейчас не ефицировали. А, и азовы, это не есть, не так? Нет, у нас системы. У нас еще есть вопросы. Ну, биткоин, да. То есть, можно считать, что полная налогия золота в этом плане. Количество золота ограничено. Да. А, ну что, есть азовы там? Ну, вопрос. По истории, наверное, был. Можно дать блокнотику. Музыка. 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 Продолжение следует...